Всем привет дорогие друзья! Сегодня буду делать по-настоящему осенний торт. Он такой же и внутри должен получиться осенний, яркий, вкусный, сладкий. Я думала над разными яркими сочетаниями, которые дают оранжевый цвет. То есть я думала над разными там апельсинами, манго, не важно. Но решила обратиться именно к нашему сезонному такому фрукто-овощу и буду использовать тыкву. Мне сейчас она в выпечке очень нравится, а это еще и супер полезно. В общем, для начала отвариваем тыкву и измельчаем ее блендером и оставляем остывать до полного остывания. И начинаем заниматься бисквитом. Это будет тыквенный бисквит. Ставим взбиваться 6 белков со щепоткой соли. После того, как белки взбились в пену, добавляем частями сахар и ванильный сахар. И оставляем белки взбиваться. Теперь отвешиваю 200 грамм тыквенного пюре остывшего. Добавляю сюда корицу, можно не добавлять. И добавляю туда же еще 50 грамм меда. Белки у нас вот взбились, довольно стоячие такие. Добавляю сюда 6 желтков от этих же белков. И добавляю тыквенно-медово-коричневую смесь. Корицу, либо мед можно не добавлять, если вы не любите, либо у вас есть аллергики. То есть, все по вкусу. Но здесь это сочетание очень пряное и очень вкусное. Теперь нужно будет добавить соду. Мы, кстати, перемешали это буквально 3-4 секунды. То есть, ну, не сажаем наши белки. Буквально, чтобы немножечко перемешалось. Добавляем соду. Сода у нас погашена уксусом. И буквально опять на 3-4 секунды включили для того, чтобы просто перемешалось. Посмотрите, какая красивая, воздушная и в то же время довольно плотная такая белково-тыквенная масса у нас получилась. И просеиваем сюда всю муку. Муки уходит немного больше, чем на обычный бисквит, потому что тыква дает влагу. То есть, тыкву, в принципе, можно отвесить для того, чтобы она отдала лишний сок, а осталась только сама вот такая вот мякоть. И аккуратненько ложечкой снизу вверх мы перемешиваем до уже полного вмешания муки. И можно, кстати, соду заменить разрыхлителем в тех же пропорциях. И выкладываем всю нашу смесь в разъемную форму. У меня здесь квадратная форма на 24 сантиметра. Отправляем это все добро в духовку. Температура 180 градусов минимум на 40 минут. Затем понижаем температуру где-то до 120. И еще пропекаем какое-то время. Он должен стать хорошо золотистый. Шпажка должна быть сухая, если вы внутрь дырявите. То есть, дайте ему еще немножечко проготовиться внутри на низких температурах. Оставляем наш бисквит остывать. Вынимаем его из формы и занимаемся начинкой. Для нее филирую 3 апельсина. Это у меня такие довольно сочные апельсины. Режу их на кусочки и удаляю все косточки. Прокручиваю их сквозь мясорубку и добавляю... Смотрю, сколько у меня их вышло по весу. И добавляю до нужного мне веса, то бишь до 300 грамм тыквенного пюре. Ставлю это все добро на огонь до закипания. Тем временем замачиваю желатин в воде. Вода комнатной температуры. Оставляю набухать. И смешиваю пектин с сахаром. Если у вас нет пектина, его вполне можно заменить крахмалом. Точно так же смешайте его с сахаром, либо растворите в небольшом количестве жидкости. Но нам не нужно получить жидкую консистенцию, поэтому смешайте вот так вот с сахаром. И по чуть-чуть, по чуть-чуть добавляем пектин с сахаром и быстренько перемешиваем. Для того, чтобы не образовались, не дай бог, никакие комочки у нас. После того, как уже сахар у нас весь разойдется, пробуйте на вкус. Нужно будет добавить кислоты, либо сахара еще. То есть обязательно пробуйте по вкусу, смотря какие у вас были апельсины. Провариваем еще буквально 5 минут. Снимаем с огня и выкладываем сюда желатин. Перемешиваем вместе с желатином до полного растворения желатина в горячей массе. И даем нашей смеси остыть. И затем ставим ее в холодильник. У меня она в холодильнике простояла ночь. И получается вот такая вот масса. Ее, в принципе, можно было остывать пластами. То есть делать сплошной пласт на весь тортик. Но я не хотела, чтобы был именно сплошной пласт. Я буду добавлять еще и свежие фрукты. И еще мне захотелось добавить разные тыквенные мармеладки. В общем, все, смотрите. Режу вот такими где-то почти сантиметровыми полосочками мою тыкву. И уже как раз прошла ночь. Отстоялся мой бисквит. Он получается довольно оранжевый внутри. Для крема я буду использовать обычные сливки. Сливки у меня здесь 40% они бесподобно взбиваются просто. Добавляю в них сахар и просто взбиваю сахаром. И ванильный сахар можно еще добавить. Можно было сделать собственной тыквенный крем из сметаны. В общем, любой крем, который вам нравится. Посмотрите, какие плотные у меня сливки. Просто замечательные. И начинаем нашу сборку тортика. На низ обязательно смазываю немножечко кремом. Для того, чтобы мой тортик, собственно, потом не ездил у меня по подложке. Кладу нижний корж. И обязательно его пропитываю. Пропитка у меня не очень приторно-сладкая. Не люблю такое. И добавляю туда немножечко алкогольного ликера. Такого цитрусового. Выкладываю крем. Крема выкладываю где-то чуть больше, чем 1 четвертую от крема. У меня здесь будет 2 прослойки. Но я обычно мажу и нижний корж, и, собственно, верхний корж, которым буду накрывать. Тоже буду смазывать немного кремом. Смотрите, теперь мои тыквенные вот эти полосочки я отрезаю, опять же, где-то сантиметровые полосочки. И буду выкладывать такой, как змейка, что ли, чтобы везде каждому попалось их где-то это кусочки. Она все равно получается, вот эта вот смесь, не очень кислая. И не очень сладкая, собственно, она такая очень интересная, кисло-сладкая должна у вас получиться. Мне захотелось поиграть с консистенцией, поэтому решила добавить сюда еще банан. Кто не любит, может не добавлять, может добавить кусочки манго, это может быть апельсин свежий. То есть, просто, чтобы были разные текстуры. Здесь у нас пюре, оно такое, как мягковатое, а мне захотелось вот какие-то такие кусочки. И еще, помимо этого, у меня были как тыквенные мармеладки. Кто делал цукаты из тыквы или смотрел, как я делаю, тот поймет, о чем я. Я в сахаре замочила тыкву, просто кусочки тыквы засыпала сахаром, они начали пускать сок. И раза 4-5 я точно довела до кипения просто эти тыквенные кусочки. Довела до кипения, сняла и полностью остудила. Опять, довела до кипения, сняла и полностью остудила. И оставила в этом сахарном сиропе. И получаются очень вкусные тыквенные мармеладки, они аж хрустящие такие. Вот мне показалось, что они тоже тут в этом тортике будут суперски внутри. Вы видели, верхний корж я тоже смазала кремом снизу. И обязательно не забываем пропитывать наши коржи, чтобы они у нас не были сухие. У нас никто не любит сухие тортики. И, собственно, повторяем всю процедуру. Опять укладываем наше тыквенное апельсиновое пюре. У меня даже вот кусочек небольшой остался. Обратно у меня бананы и обратно тыквенные мармеладки такие. И накрываем самым верхним коржом. Теперь нужно будет тортик поставить в форме под пресс. Где-то на хороших полчаса. Но чтобы получился такой красивый яркий торт, нужно его было украсить. Я буду украшать его грушей. Можно использовать любой декор, который вам нравится. Для того, чтобы сделать цветную грушу, сразу, чтобы не было потом вопросов, покажу. Я ее делала в духовке. Я взяла, покрасила сахар. Где-то по 3 столовые ложки сахара и по 2 капельки красителя в сахар добавляю. И сахар растираю с красителем. То есть все очень-очень просто. Если у вас вдруг есть сухой краситель, а нет елеа, как у меня, можно использовать, конечно же, и сухой краситель. Для этого берем буквально одну капельку, там, 2 водички, капаем. Чтобы не расходовать лишний краситель, капаю прям сразу рядышком на пакетик. И сюда же на эту водичку высыпаю немножечко желтого, в этом случае у меня, красителя. Слегка перемешиваю для того, чтобы дало цвет. И так же самое, как и с гелевым, просто перемешиваю сахар с красителем. И получается у нас покрашенный сахар. Таким сахаром можно декорировать тортики, в принципе, если у вас такой декор подразумевается. И теперь просто грушки режу тонкими слайсами и посыпаю их так, как мне нравится, так, как мне хочется, этим цветным сахаром. Не жалейте сахара, то есть, ну, сахара должно быть сверху достаточное количество для того, чтобы грушки наши хорошо пропитались потом красителем и сахаром. Затем ставлю эти грушки в духовку, температура около 100 градусов, минуток на 5 хороших точно, для того, чтобы сахар полностью разошелся и слегка-слегка размягчились наши груши. Они станут немножечко мягче. Затем выкладываю их, потому что там внутри уже сироп сбежал, и оставляю их сушиться. У меня они вообще лежали где-то дня 4-5, то есть, это все зависит от температуры, влажности воздуха. То есть, смотрите уже там сами. В общем, я, как всегда, желаю вам удачной выпечки. Не забывайте поставить палец вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч! Пока-пока!